В киностудии Грузии фильм и фирма Мигеля Санчеса Инфанте Испания представляют Бесаме. Что случилось? Ничего, сейчас все исправим. Тогда я немного пройдусь. Хорошо, господин. Продолжение следует... Пастух, как твое имя? Майор? Бесаме. Твоя Атара? Что? Я спрашиваю, твоя Атара? Нет, не моя, чужая. А родители есть? Нет. Поедешь со мной? Зачем? Хочешь быть музыкантом, Бесаме? Да, очень. Тогда поедем. С вами? Да, со мной. А что с овцами делать? Верни хозяину. Домой загляну и назад. Бесаме, все, что тебе нужно, возьми с собой. Мне нечего взять, я беден, как Христос. Тогда зачем тебе домой? Так нужно. А не будешь? Я не могу в доме. Да, мне бы ты, например, заболевать. Я не буду в доме. Эти не parentи. Я не поближе. Ты не купил. Я не люблю тебя. Я не буду в доме. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Доброе утро, Бесаме. После завтрака выйдешь на улицу и пойдешь к самому высокому дому. А что в этом высоком доме? В этом высоком доме тебя научат музыки. Ты ведь этого хочешь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, очень. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Подойди поближе Преклани колено Эта флейта Свирель ее прародительница Звучание флейты Начинается с прикосновения губ Что это значит? Скоро узнаешь Ты будешь жить в моем доме С этих пор Твоей единственной заботой Будет только музыка Да, но для вас я ни одного барашка не выпас Это твой барашек Твоя флейта Только воздух будет той травой Которой ты будешь питать ее Где мне питать ее? В твоей комнате Но если я буду плохо играть То стану беспокоить вас? Нет Воздух все равно необходим Пожалуйста Пожалуйста Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры делал DimaTorzok Матерь Божья Мария, великое спасибо Тебе за то, что привела меня в этот город Продолжай, продолжай Сейчас было лучше Передохнем? Итак, начнем Начнем, хорошо Хорошо Сейчас только вы Молодец, хорошо Итак, кто что знает о Наполеоне, молодые люди? Что он пристал с этим Наполеоном? Когда мой дед был молодым, императорский караул по пьянке спалил вверенное ему складское имущество, а всю вину свалили на местных крестьян Причем здесь это? Наполеон выслушал караульщиков и каждого третьего крестьянина приказал повесить А тебе что? Мой дед был двадцать четвертым Ты говорил каждого третьего? Каждый третий может быть и двадцать четвертым Где это ты выучился такой арифметики? Я был пастухом У нас тут не экзамен по арифметике, а вот по истории я тебя ставлю неуд Почему, господин учитель? Потому что нужно хорошо знать историю людей Ты меня понимаешь? Понимаю, господин учитель Хм-хм-хм-хм Хм-хм-хм Это вы? Как поживаете? Ты здесь занимаешься? Что делаю? Оказывается, здесь ты играешь Как поживает великий маэстро? Он послал меня за тобой За мной? Почему? Сегодня концерт Приехали музыканты Придешь? Вы не знаете, кого они будут исполнять? Бетховена Я не знаю, где они будут исполнять Я-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е КОНЕЦ Пустите меня, я беден. Я больше не могу. Успокойся, Безэмэн. Пустите меня, я не хочу, не хочу. Успокойся, скоро утро. А что там там? Хочу в деревню. Успокойся, все будет хорошо. Все будет хорошо. Потерпи до утра, Безэмэнэ. Не бойся, все будет хорошо. Хочу в деревню. Отпустите меня. Хочу в мой дом. Потерпи до утра, Безэмэнэ. Хочу домой. Хочу, отпустите меня. Успокойся. КОНЕЦ Спокойно, спокойно, Лиза Мэй, успокойся, мой дорогой. Все будет хорошо. Потерпи до утра. Потерпи, Бесамэ. Бесамэ, что это было? Скажите, что это было? Это Бетховен? Вот так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что же это было? Это Бетховен, Бесамэ. Бетховен Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, поедешь в деревню, Бесамэ? Да. Нет. Итак, молодец. Дорогие люди, ответьте мне, кто был самым великим человеком в мире? Ответьте. Наполеон. Молодец, правильно, садитесь. Вы? Наполеон. Наполеон. Верно, но я хочу полный ответ. Самым великим человеком был его императорское высочество Наполеон Бонапарт. Отлично, молодец. Вы? Давайте. Самым великим человеком был Бетховен. Я вас спрашиваю о государственных деятелях, а не о музыкантах. Мне показалось, что в вашем вопросе прозвучало слово «человек». А что, разве Наполеон не был человеком? Как знать? Эй, ты, мальчишка, слушай меня внимательно. Ты и тебе подобные глупые музыканты, сколько бы не заслуживали аплодисментов, все равно будете зависеть от сильных мира сего, которые сотрут вас в порошок, если понадобится. Именно таким государственным человеком является наш великий герцог. Может быть и так, но, с другой стороны, если остановить прохожего и спросить его, кто был правителем во времена Бетховена, вам могут не ответить. Но кто такой Бетховен, знает каждый, господин Картуза. Что ты мелешь? Я высказываю свое мнение. Свое мнение прибереги для ослов, а пока по истории получаешь неуд. Причем здесь история. При том, что это не твое дело, сейчас же покинь аудиторию. Будь я проклят, если не получишь у меня по заслугам. Я все сделаю, чтобы этот музыкантишка не учился в нашей школе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Леди Герцог, наше немеркнущее солнце. Надеюсь, вы в полном здравии? Субтитры создавал DimaTorzok Я слушаю вас, Картузо. Я счастлив, что вы благополучны. Я слушаю вас, Картузо. Это тайна, ваше превосходительство. Если эти двое слуг оставят нас на две минуты, я быстро изложу суть дела. Подойди сюда. Подойди. Эти двое оба глухие. Говори. Ваше превосходительство. Нижайше прошу вас устроить прием для всех музыкантов вместе. Почему? Они же получают жалований. Так точно. Тогда в чем дело? Почему я должен еще угощать их? Жалований они получают, ваше высокопревосходительство. Но не об их угощении я пекусь. Говори. Я хочу, чтобы каждый... Что? Отравить? Чтобы все умерли? Но зачем? Так нужно. Но зачем? Нужно и все, ваше превосходительство. Сукин сын, скажешь ты или нет. Оба вон. Мы слушаем. Для вашего же будущего блага необходимо это сделать. Отравить музыкантов? Обязательно. Почему? Музыканты в основном все благородные, безобидные люди. Считайте их безобидными, но лет через сто люди не будут знать о том, что вы жили на свете и трудились, не покладая рук во их благо, потому что все внимание перенесут на господина Бетховена и его гениальное творчество. Вы понимаете меня? Но при чем здесь наши невежды и музыканты? А вдруг кто-нибудь станет в будущем знаменитым? Вот что, любезный, через сто лет, то есть после меня, хоть трава не расти. Мне же сегодняшнему герцогу нужен услужливый и сообразительный персонал, то есть охрана, повара, банщики, музыканты. Да, именно музыканты. Чем я хуже других? Ответь мне, учитель. Я жду ответа. Отвечай. Чем я хуже других? Даже самые великие люди терпят поражение воли и судьбы. Скажите мне, какое великое поражение потерпел самый великий человек? Ватерло. Верно. Спасибо. Вы? Да, вы. Самая великая ошибка великого человека была бы надпись на титульном листе Третьей симфонии, если бы он не уничтожил ее. Что же за великое несчастье было написано там, черным по белому? Вначале, по своей наивности, он посвятил свое творение Наполеону. Какое творение? Третью симфонию. Чью симфонию? Бетховена, господин учитель. Подойди сюда. Значит так, у меня здесь не уроки легкомысленной мус-литературы. Это во-первых. Во-вторых, помимо плохой оценки, можешь считать себя направленным на восстановительные работы. Почему? Потому что я спрашиваю вас об одном, а вы говорите о другом. Но при чем здесь восстановительная работа? При том, что в здоровом теле здоровый дух. Помимо здорового духа, почему из-за убийцы вы остраняете меня от истинных занятий? Том сказал, что он убийца. Да подлинно известно, что от рук Наполеона не погиб ни один человек. Это не имеет значения. Почему? Почему не имеет значения, позвольте узнать. Потому что наверняка Наполеон не ел человеческого мяса, но он все равно был людоедом. Вон, покиньте аудиторию. Молодец, Бессана, молодец. Вышеозначенные ученики консерватории должны явиться сегодня вечером для отправки на восстановительные работы. В случае неявки они будут выдворены из города и его окрестности без права возвращения. И ты, Бессаме. Я бессилен перед ними. Ничего не могу сделать. Вот это поможет тебе, Бессаме. Возьми. Хорошо, что мы видим. КОНЕЦ Меня посылают на восстановительные работы. Ты собираешься когда-нибудь жениться Бесаме? Собираешься? Кто пойдет за меня? Я же беден. Как Христос? А ты откуда знаешь? Ты бредил? Тогда... Дедушка сказал, что на Рождество приедет музыканта, будут исполнять Моцарта. Моцарта? Да. Если я соглашусь выйти за тебя замуж, когда подрасту, возьмешь меня Бесаме? О, да. Скажи, ты правда станешь моей женой? Станешь? Если будешь моей женой, разрешишь поцеловать тебя? Ты и сейчас можешь поцеловать меня. Но только руку. Тогда поцелую на Рождество. Почему? Потому что до Рождества я буду счастливым, буду помнить, что поцелую тебя и еще. Что еще? Услышу Моцарта. Любишь Моцарта? Очень. Моё настоящее имя Ригоберто Домель Аугустин Рексач. Но здесь, в этом здании, зовите меня пташечкой. Потом поймете, почему. Пташечка. Итак, начнем. Здравствуйте, птенчики. Очень прошу, очень прошу. В этом здании, говорит, тихо и спокойно. Потом поймете, почему. Вот, например, ты. Ну-ка. Начнем сначала. Здравствуйте, друзья. Я же сказал, что нужно говорить тихо и спокойно. Я не спрашиваю вас, за какие грехи и недостатки вы направлены сюда. Но я знаю, знаю, что вам необходимы восстановительные работы. Вот вы, как вас зовут? Тахо. 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 Здесь у нас тебя будут звать Таго. Понятно? Ответь мне, Тахо, ты умеешь плавать? Умею, уважаемый господин. Не расслышал. Да, дядя Пташечка. Вот так. А ты что скажешь? Я провалил экзамен по Библии. Я не об этом тебя спрашиваю. Я прошу, будь поласковый со мной. Мне необходимы восстановительные работы. Я тоже умею плавать, дядя Пташечка. Это я увижу завтра. Я научу вас самой захватывающей, самой желанной, самой увлекательной игре из всех существующих в мире. Ты ведь хочешь этого кудрявчика? А ты, красавчик. Это игра, дорогие мои. Есть сама жизнь. Раздевайтесь. Что главное в жизни? Это победа. Холодно. Ты сказал, холодно. Нет, мне не холодно. Кто сказал, холодно ты? Ты сказал. Шаг вперед. Это я сказал. Ах, шаг. Ты. Я так и думал. Ты назад. А ты вперед. В воду. Вам не холодно? Нет. А вам? Хорошо. Вот бедняга. Бедняга. Ну-ка, выйди сюда. Раздевайся, мой маленький. Быстро, быстро, быстро. Быстрее, быстрее. Быстрей. В воду. В карцер, робо. Кому их еще жалко? Ну, кому жалко, скажите? Эй, ты, любезный. Эй, ты, мой дорогой. Ну-ка, оба в центр плывите. Ну, вот так. А сейчас ты, мой сахарный, мой сладкий, размахнись прямо там в воде со всей силы ногой и ударь этого мальчика в пах. Давай. Лучше пяткой, так больнее. Зачем я должен это делать? А почему не должен, почему? Он мой товарищ? Что? Товарищ? В игре я не знаю товарищей. Значит, тебе не понравилось мое обращение, сахарный, да? Ну-ка ты, мой верный, преданный, ударь его так, этого глупца, чтобы от боли его скрючило в дугу. Ударь, ударь. Ударь. Вот так. Ну что он, товарищ тебе? Товарищ? Нет. Ну-ка, ударь его еще раз сильнее. Товарищ? Товарищ тебе, а? Товарищ, ты получишь награду. Нет, он не товарищ, дядя Пташечка. А сейчас, без самой, твоя очередь. Теперь ты ударь своего бывшего товарища посильнее. Скажи, как лучше? Пяткой. Конечно, лучше пяткой. Молодец, Бесаме. Молодец. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все здесь, птенчики. Быстрее, быстрее бегайте. Еще быстрее, бег оздоравливает, в жизни вам пригодится. Не отставать друг от друга. Ох, кто ублюдок, еще быстрее. Быстрее, я сказал. Я вам покажу, вашу мать. Еще быстрее. Скорее. Вот так. Быстрее, я сказал. Накажу. Всех накажу. Вот так. Хорошо. Сейчас ты, золотой мой, временно уступи ему свою голень. Так, ты же, мой дорогой, ухватись обеими руками за его голень и попытайся сломать, 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 сломать. Давай. Мама, больно. Ломай. Ломай, сказал. Мама, больно. Хорошо. Видно, что добросовестно выполняешь задание, но по лицу этого не должно быть заметно. Не должно. Ну-ка, мои птенчики. Тот, кто сможет покалечить другого так, чтобы ни один мускул не дрогнул на лице, получит от меня кусочек этого восхитительного шашлыка. Устраивает вас это, мои дроздята. Плывите ближе ко мне, ближе. Идите ко мне, дроздята. Берите, берите. Топите друг друга, топите. Топите, я сказал. Покажи мне свои зубки на лице, улыбки, улыбки. Еще. Еще. Молодцы. Улыбайтесь, улыбайтесь. Улыбайтесь. Еще. Вот теперь и молодцы. Вот теперь и молодцы. Дайте, дайте. Дайте, 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 дайте Птенчики, эти крысы ваши гости. Сейчас вы узнаете, как нужно напрягать тело. Что вы корчитесь? Сейчас я вам покажу. Такие большие парни испугались крыс. Это тренировка. Тренировка на прочность. Молодцы, молодцы, птенчики. Вот это я понимаю. Игра, вот это тренировка. Оттуда вы выйдете сильными. Терпите, птенчики, терпите еще немного. Молодцы, птенчики. Бисаме, скорее мы на концерт опаздываем. Что за концерт? Ты что, не помнишь, играют Моцарты? Да пошел он. Моцарты, помоги ему. Не могу. Как ты все можешь? Не могу. Что за концерт? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Вылезай из воды. Вылезай, я сказал. Встань здесь, лицом к воде, наклонись. А ты, мой ласковый, этому парню дай такого пинка, чтобы из глаз искры посыпались. Вставай, вставай. Наклонись. Бей ему. Бей. Давай, давай. Чтобы из глаз искры посыпались. Наклонись. Давай. Ой, мамочки, помогите. Что это? Что такое? Это вам? Мне? Да, вам. Прошу вас, примите. Мне неловко. Это что? Это тоже мне? Это мама просила вам передать. После сегодняшнего дня, если кто-нибудь коснется вас пальцем, я его уничтожу. Звонят. Дай посмотрим. Иди сегодня освобождаю вас от занятий. Маме привет передай. Передай маме привет. Нет, понял. Спасибо, обязательно. На помощь, спасите. Тону. Это вам подарок. Мне. Это китайское? Нет, японское. Большое спасибо. Не за что. Примите, пожалуйста. Как красиво. Идиот. Вот мне? Очень. С этого дня, если кто-нибудь тебя обидит... Чем вы недовольны? Прекрасная погода. Все в воду. Ух ты, ублюдок. Пошел от меня. Я взяток не беру. Топите, топите его. Топите того, кто первым спрыгнул. На дно его, на дно. Отстань от меня. Я не беру взяток. Ну, что у тебя? Топите, я сказал. Что у тебя? Я не ем мед. Ну, ладно, давай. Топите. Вот этого топите, который толстый. Достаточно, довольно, хватит. Примите. Ну, давай. Спасибо. Ну-ка, давайте, давайте. Топите, топите, который толстый. И ты тоже. Дай все. Очень вкусно. Довольно, хватит. В этой жизни чего только не случается. Женился я на уродливой девушке из богатой семьи. Не по любви. Только ради ее денег. Чтобы их получить, надо было развлекать ее. Сажал я ее к себе на колени и щекотал. Сажал я ее к себе на колени и щекотал. Да. Вот как у вас сейчас. Потом я зажмуривал глаза, целовал ее в изъязвленный рот. Она была очень довольна, смурлыкала, как кошечка. Довольная кошечка. Бедняжка. А в это время ее денежки перетекали в мой карман. Потом я выгнал ее на улицу. Выгнал и все. Вот так, мои птенчики. Если не дадим ему взятку, он нас убьет. Мне нечего ему дать. Я беден. Тогда укради. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 К собакам там живо заиграешь. Играй, а то держусь. Играй. Давай. Я кому сказал? Стой, стой. Не годится. Это очень грозно. Грозно, понимаешь? Это похоже на тириканья. Грозно. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Красиво. Ты еще сыграй. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Давайте на дно его топите. Топите этого сукиного сына. На дно его топите. Что ты делаешь, негодяй? Пусти его, пусти, ты убьешь его. Помогите. Что ты делаешь? Пусти руку. Пусти. Не смей. Помогите. Он убивает моих детей. Не трогай их, нелюбь. Убийца, зверь. Отпусти его. Отпусти его, я сказал. Но я тебе покажу. Убийца. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Отпусти, я сказал. Я тебе покажу сейчас. Помогите кто-нибудь. Зверь. Убийца. Не трогай моих детей. Ах, ты такой. Убийца. Убийца. Это вам. Убийца. Ну, хватит, хватит. Довольно. Ты был когда-нибудь в борделе? Нет. Никогда. Пойдем со мной. Пойдем. 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 Счастлив видеть вас в добром здравии. Я слушаю вас. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, и наше немеркнущее светило, надежда и годность нашего города. Нашему Большому Бесоме мы поручаем будить наш город утром и днем вместо петуха с помощью вот этого инструмента. Будить наш город чудесными звуками этого инструмента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если хочешь стать музыкантом, знай, ты должен быть самым лучшим. Что главное в жизни? Победа. Чтобы победить, ты должен поразить своего соперника. Чтобы поразить его, нужно быть сильным и неуязвимым. Чтобы стать сильным, нужно много тренироваться. Хочешь быть музыкантом? Ответь мне. Хочу. Сможешь? Смогу. А сейчас ты скажешь мне имя самого сильного и большого человека. Бесаме. Малакасос, запомни. Самым сильным и великим человеком был Наполеон Бонапарте. Что касается Бесаме, то кем бы он был, если бы не я, этот большой и сильный Бесаме. Малакасос, запомни. А теперь рассмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты перестал? Продолжай! Не буду! Играй! Нет! Играй! Не буду! Я сказал играй! Почему ты не играешь? Я не буду играть! Играй! Играй, я сказал! Почему ты не играешь? Не хочу! Играй! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...